Паранормальные явления, психофизические феномены, существование которых не имеет научного объяснения и находится за пределами современной научной картины мира. Dark Ghost Всем привет! Наконец-таки я добрался до аналитики видео. Сегодня я попытаюсь разобрать и рассказать о крайних пяти видео. Также поподробнее покажу вам скрин той сущности и почитаю ваши комментарии, ваши предположения. Начнем с того, как все начиналось. Мой знакомый рассказал мне о заброшенном доме. В том доме жил мужчина и женщина. Они занимались пчеловодством, также изготовлением и продажей свечей из пчелиного воска. Не скрывая на то время от местного населения, они практиковали черную магию. И в один день, когда эти колдуны уходили из жизни, местные жители наблюдали жуткую картину. На протяжении трех дней они слышали ужасающие стоны и видели, как пчелы облепили дом колдунов. К их дому было не подойти, так как пчелы начинали атаковать тех, кто пытался приблизиться. Спустя много лет этот дом находится в аварийном состоянии. Я решил съездить туда и проверить это место на паранормальное. Возле дома я обнаружил сарай, в котором были развешанные цепи и сделал настил из досок. Также в этом сарае я слышал жуткий рев, будто бы его издавал какой-то зверь. И все последующие разы я приходил туда уже со своим спиритбоксом и проводил сеансы ЭГФ. Со мной через ЭГФ вышла на связь сущность и представилась хозяином того дома. И рассказал, что в том сарае они сдерживали какого-то зверя. Что это за зверь, я тогда не сумел выяснить, но предположил, что этим зверем мог быть демон, живший внутри какого-либо животного, возможно, даже и человека. Также мне рассказали, что они проводили ритуалы и дали подсказку, где находится то самое ритуальное место. После того, как я нашел это ритуальное место, я решил сделать себе ночлег, так как путь был неблизкий. И я решил там остаться на две ночи. В последующие сеансы ЭГФ со мной на связь выходило несколько сущностей. Одни хотели, чтобы я нашел какое-то писание и закрыл врата, портал в подсоторонний мир. Завершить что? Что найти? Другая сущность меня предупредила, что там находиться опасно, не нужно искать никаких писаний, и чтобы я уходил с того места. И то, что те предыдущие сущности, которые выходили со мной на связь при помощи сеанса ЭГФ, они и были демонами. В том ритуальном месте, где я проводил сеансы ЭГФ в лесу, я слышал такой же вопрос. Жуткий вой, такой же жуткий вой, как был в том сарае. Также я сумел сфотографировать то существо, которое находилось возле ритуального места. Моё мнение, то что демоны хотели, чтобы я прочел это писание, и наоборот, открыл врата и выпустил оттуда что-то иное, более сильное, чем они. Также вполне возможно, что те колдуны, проводя какой-то обряд, не смогли сдержать ту сущность, которую призвали, и потеряли над ней контроль. Ну а потом, попытавшись всё это исправить, они погибли. А сейчас, друзья, я почитаю ваши комментарии. Итак, друзья, много кто писал в комментариях по этому поводу, то что на 17.24, тайм-код, было слышно, будто бы кто-то сказал «Денис». Денис, пишет Анастасия Еремеева. Кто-нибудь заметил, услышал, как на 17.24 минуте мужской голос сказал «Денис», просто жесть. Да, там реально было слово «Денис», вот, посмотрите этот момент. Друзья, здесь я ничего не могу сказать, я не знаю, что это было, поэтому ваше предположение пишите в комментариях. Также Наталья М. пишет «Привет, на 17.25 минуте вроде голос сказал «Денис», а может и утка крякнула так. Возможно, и лягушка клакнула». Я не знаю, что это было, либо это реально какой-то сторонний звук, просто так совпало. Но почему именно совпало с моим именем, даже если это какой-то сторонний звук, правильно? И даже если утка крякнула, то почему похоже на слово «Денис»? Да, это такая вот загадка. И, кстати, да, вот еще Кента Маке пишет «14.38, два красных глаза на дереве». Да, я заметил тоже вот эти два светящихся объекта в лесу, но, друзья, я не знаю, что это может быть. Может быть, какой-то зверь, просто глаза, возможно, отражали свет, который он мне светил. Либо это демон. Если честно, выходи с этого леса. Вот. Не знаю, видно вам сейчас было или нет. Субтитры сделал DimaTorzok И, друзья, когда я спросил в крайнем видео, в конце написал, стоит ли мне туда возвращаться, многие пишут в комментариях, что не нужно этого делать. И многие также пишут, что да, возвращайся. Поэтому я еще не решил, буду ли я туда возвращаться или нет. Если уже буду, то, соответственно, я сделаю освещение больше. Расставлю камеру. Расставлю камеры по периметру. Комментарий Андрея Назаренко, схожий с моим предположением, моим мнением обо всем, обо всей вот этой ситуации. Он пишет, хитрый демон заманил тебя в лес и хотел, чтобы ты открыл портал в ад с помощью тебя. Да, я тоже так предполагаю, что это именно так. В общем, друзья, в основном все комментарии одного типа. То, что многие слышали голос Дениса, многие пишут про рев, вот этот жуткий рев, то пишут про красные глаза, то, что они видели в глубине леса. Посмотрим тот скрин, который я сделал возле ритуального места. На этом скрине прекрасно видно очертания, очертания лица какого-то, не знаю, зверя. Вот у него рога, что-то похожее на рога. Это типа вот два больших глаза и само туловище. Я не могу утверждать на все 100% то, что на данном снимке запечатлен демон. Есть несколько предположений. Первое, что это и есть. На самом деле это сущность, которая со мной разговаривала по ЭГФ. Второе предположение, то, что неподалеку от этого ритуального места я сжег костер. И возможно, что вот этот сгусток, который на снимке, это сгусток дыма от костра. Не знаю, друзья, еще до конца, до конца эта история не разгадана. И не знаю, возможно, она и не будет разгадана, потому что это реально опасно. Это может стоить жизни, вот этот ответ на эту загадку. Опять же, друзья, не забываем, пишите свои комментарии под каждым видео. Если вы что-то увидите, обязательно пишите с тайм-кодом. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте и на Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok